В Евангелии от Духи 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 И вот тогда ты так и возрушься. Таиша, послушай. Так, это притча о богаче и Лазаре. И смотрите, у богача и имя-то не осталось. А у Лазаря нищего имя осталось. Очень важно, если бы у человека осталось имя. А имя дает то, что он Адаму дал, Адаму же Еве дал имя Еве, и пошло наречение имен. Человеку дает имя тот, кто имеет платье. То есть дети, родители. И если человек связан со своим родословом, со своими, то имя остается в родах. А как страшно, если оно потерялось, это имя. Вот, посмотрите на богача. В чем он виноват, что он в Адмасу? Ведь там никакой вины, он ничего плохого не сделал. За что в Адмасу? Современная мерка человека, посылающего в Адмасу, говорит, если он что-то плохое сделал, богач ничего плохого не сделал. Только что богатый был. И в Аду оказался. Но после Аду он проснулся, увидел Лазаря и попросил благо для себя. А мочить водой кончик языка его, потому что все горит внутри. И Абраам говорит, нельзя между нами пропасть. Испомни, ты в жизни своей восприял все благое, а Лазарь все злое. То есть, о чем говорит эта притча? Жизнь человека распределена так, что ему нужно воспринять и благое, и злое. Если человек себя настроил так, как богач, воспринимать для себя только благо, а на злое он ничего не хочет воспринимать, то это и привело к тому, что злое накопилось, и после смерти он его воспринимает. А Лазарь по внешним обстоятельствам или еще что-нибудь воспринимал уже злое, благого ему мало доставало, но все злое он воспринимал при жизни. И после смерти ничего, никакого долга остав не осталось в его жизни, что он не воспринимал злое. и он упокоился на ложе Авраама. Вот так это притча подсказывает. И не виноват Лазарь, не сделал что-то плохое, но он повел себя так, что не готов был воспринять, не захотел воспринять то, что определено в жизни человека. А в жизни человека определено воспринять и благое, и слое. Слава Богу за все. Вот так восстынет. Пришло время, дал Господь славу Богу. Пришло время скорби, болезней. Надо их восстынять. Слава Богу. Вот так проживши в жизни, и упокоится человек в жизни вечной. Покойный. Как и упокоился Лазарь. Вообще, в Евангелии три раза упоминается богатый. Притча о богаче, который собрал житницу большую, большой урожай его, и он говорит, что мне делать? Много урожая собрал. Знаешь, что сделать? Я разрушу старое хранилище, построю новое, у меня будет много богатства, намного и это, и скажу душе свадьи, ешь душа, пей душа, спокойся, наслаждайся. Вот сколько у тебя богатства наперед, на будущее. Мы же за будущее переживаем, а он за будущее стал спокоен богатым. И вы голос ему безумный, в эту ночь душу твою заберут. И все, что ты восприял, кому достанется? Ты решил покой обрести в этом будущем, на будущее определить себе покой, а душу забрал, а это все осталось. На что оперется душа? Где она обрящет покой? Забрали душу и вечное беспокойство. На то, что она решилась опереться, это не дает покой на земное благо. Иисус Иисус говорил, но 50 мне я как роток есть смирен сердцем и обрящите покой душам вашим. Вот это дало тебе вечный покой. Здесь покой еще вечности. А тот решил покой обрести в чем-то земном, а оно мимоходящее. Даже в ее лет или в жизни оно наперед будет, то ты захотевший утвердиться в земном, ты уже не готов для жизни вечной беспокойно на свою жизнь. Еще есть другой пример в Евангелии связан с богатым. Невка юноша богатый подошел к Иисусу и спрашивает учителю, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь лично. Вот видите, если Песос, который решил упокоиться в земной жизни, наперед себе обеспечившим без забот на житие, его жизнь сразу закончилась, он не стал думать о жизни вечной, он весь погрузился земной, его душу забрали, а этот юноша богатый, он не переживал ни за что, но он думал о жизни вечной, он подошел к Иисусу Христу и скажет учителю, что он сделал, чтобы наследовать жизнь вечной. Иисус Христос посмотрел на него с любовью и сказал заповед знаешь, знаю, не полюбодействие, не лжецветительство, не беречь чужого, почитая царь и маме твою, он говорит, да, да, все знаю, это меня детство научили, я все это соблюдаю. Иисус Христос посмотрел на него с любовью и сказал, а еще хочешь быть совершенным, пойди раздай имение свое нищие и следуй за мной. Опечалился единыш, потому что был богат, не мог он это сделать и ушел, отошел от Иисуса Христа, не мог он так сделать. Этот юноша в ад пошел? Нет, он жизнь вечная, что он спасил, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус соблюдать за все соблюдаем. Да, войдешь в жизнь вечную через это соблюдение за но в жизни вечной есть новая земля, а есть и новая земля. Там дворцы, там это как можно жить в деревне, а можно жить в президентском дворце решить. Так и в жизни вечной. Да через соблюдение вот этих десяти грамоте на следующую жизнь вечную войдет. Но в жизни вечной есть такая жизнь, царты небесные, а не на земле, то чтобы туда подняться, раздай медицину и следуй за мной. Нет, не смог ее жить. И Господь Иисус сказал, как трудно надеющимся на богатство войти в царство небесное. То есть жизнь вечной войдет, а в царство небесное не войдет, не смог. Его тяжел и богатство оставляет привязанную землю. Вот три вида богача. Одного, который переживал за будущее, как мы часто переживаем, а что будет? Вот это наше неуверенность в будущем постоянно колонит. Вот тот себе обеспечил будущее, но погоня за будущим лишило его настоящим. В эту ночь забрали души. Этот богат сегодняшний, он жил настоящим, но только чтобы было благо, а что-то принять злое не нужно. Ну что ж, ты так распределился, пожалуйста, получи все блага свои на земле, а злое тебя ждет. И в вечности отказался вместе со злой. Не бог так задумал. Человек через их нападение так определили, что жизнь человека с грехом пополам. И чтобы отделить человека от греха, приходится ему здесь восприять в жизни и злое, и благое. И если человек не противится этому, то здесь отбросит Господь на примере Лазаря рассчитаться со злым, все страдать свое, донести свой крест и мир слава Богу. Все предательство в руки Бога. И упокоится в жизни и вещи. И Лазарь, который отказал богачку, и имя его не известна. Отказался это. Все у него нормально не болеет, не страдает, как часто христиане все говорят. Да что же мы христиане, мы веруем Богу, а у нас корот и счастье. Почему так? А вон сколько неверующих богатых живут счастливо. Почему так? Вот вам ответ. Они воспринимают здесь все благовое, чтобы ничем им Господь не был обят. А все злое, которое есть возможность здесь отстрадать, очистить, им потом вернемся. А нам христианам да, неприятно здесь отстрадать, рассчитаться со всем длым. Но упокоившись в царство небесное, мы, святые отцы говорим, будем благодарить Господа не за радость, а за те скорби, которые с нами в жизни случились, и которым дал возможность здесь и с ними рассчитаться с этим длым, восприятие, пережить. радость, что понимая какой-то скорбь изнутри глубины нас ждет дух утешивания. если ты эту скорбь принимаешь сам по себе, своими силами, то не может дух утешить пробиться изнутри, чтобы тебя утешить. а если это скорбь злой, которая с тобой случается, ты принимаешь, оно углубляет твое сердце, то туда в глубину проникает и дух святый, и вместе с той злостью, не злостью, а боли, которая тебя сверлит, дух святый ждет услышит царю небесного утешителя духа истины, духа жизни, и жертя исполняет сокровища благихи, жизни подачи, услыша его в той сердечной скорбе, которая тебе сердце углубляет. Но как тяжело услышать этого тихого, утешенного, тихий того, мы же повыше слышать волнующиеся, громкие, восклицательные, переживательные, на этом наш слух всегда ображается, а на тихий глаз Божий не слышим, не обращаем внимания, быстро от него отрываемся, быстро его забываем, нас захватывает волнующиеся, переживающиеся, глаз уныние, даже не глаз, а шум, в Халтыре и Святом Писании так и определяется, глаз Божий и шум, который шумит. Вот стоит человек на службе, и что у него в голове? Тут служба идет наружу, глаз Божий обещается, а внушитель в голове шум идет, куча одновременных мыслей, сделать то, а он так стоит, а вот будет так, а прошлом вот так, одновременно и смотрит, что вот это кто делает, и на того посмотрел, и прошлый вспомнит, и что мне делать, и куда напазать, целый одновременный гаммиш в голове идет человек, не слышащий глаз богослужей лица. Вот как нам научиться. Поэтому не просто для христианина это злое нам воспринимает, но злое углубляя нас дает возможность оторваться от воли слышащей себя, от уныния, от одиночества и рядом находится утешить иду, услышать его и идти за ним. И тогда это злое не просто здесь мы с ним рассчитываемся, но еще и здесь и приобретаем уже Царство Божие. Здесь благодарим. И свидетельство там многие, ну хотя бы последний из них святитель Лука Кремский, я полюбил страдания, полюбил злое, которое он тут воспринял, потому что в этом злое он слышал рядом утешение двух оттуда, он видел присутствие самого Креста. Вот почему он полюбил страдания. Не всем это так говорится. Многие христиане просто страдают со смирением. Не могут они пробиться сквозь свою боль, или свое одиночество, или свой страх, услышать утешить их но стараются несут свой крест. Слава Богу за все понимают что это надо пройти и упокоиться после смерти. Не все пробиваются через это. Но нужно донести то злое которое случается здесь рассчитаться с ним и после смерти упокоиться на и там и неже не болезнь и печаль и дыхание на жизнь бесконечная. Вот о чем нам говорит сегодняшний Евангел своим чередом. совершаем кудру, почищаем служим водосвятым молитвом интересным ходом обойдем вокруг обитель с иконой катанской иконой Божией Матери. Вечером совершаем четыре часа службу апостолу Иакова и завтра будет Азоба Литургия составленная апостолом Иаковом и служащиеся два раза в году на день его памяти на апостол Иакова завтра память и на зимой еще после Рождества в следующее воскресенье после Рождества Христов Рождества 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 Продолжение следует... Продолжение следует...